Предварительные итоги единых государственных экзаменов Новосибирской области за 2015 год подведены. 1102 выпускника получат медали и попадут в Золотой фонд Новосибирской области. Подробности у Елены Медведик. В этом году особое внимание уделили контролю. 85 школ оборудовали системой видеонаблюдения. Во многих ввели онлайн-трансляцию. С выпускниками провели инструктаж. Каждого проверили металлоискателем. Федеральный инспектор, 65 членов Госкомиссии, более тысячи общественных наблюдателей внимательно следили за ходом всех испытаний. Тем не менее, несмотря на большую информационно-разъяснительную работу и с выпускниками, и непосредственно с родителями, с организаторами, мы констатируем, что в этом году 10 участников были удалены с экзаменов за наличие мобильных телефонов и шпаргалок. Это означает, что в этом году они не имеют права пересдавать экзамены. Этим летом испытания ЕГЭ в Новосибирске и регионах прошли 13 606 человек. 46 набрали максимальный балл. Высокий уровень подготовки выпускники показали не только по обязательным предметам, но и по физике, обществознанию, информатике, немецкому и французскому языку. В Новосибирской области в этом году у нас впервые сдавался испанский язык. Один участник был. Математику впервые сдавали на базовом и профильном уровнях. Большинство выпускников подтвердили знания на крепкую четверку. Два человека одолели усложненный уровень на 100 баллов. Теперь им открыты двери любого вуза. Но есть и те, кто не справился. Не получили аттестат о среднем полном общем образовании в 2015 году. Предварительно, подчеркиваю, 36 школьников, потому что резервные дни мы результаты еще пока не получили. Для сравнения, в прошлом году таких выпускников было 216. 1102 выпускника в этом году получат медали и попадут в первый том Золотого фонда. Эта книга станет доброй традицией Новосибирской области. Что помогло ребятам достичь высоких результатов? Настрой? Знания? А может, добрый талисман? 5 рублей. 5 рублей под правую пятку – это символ такой, чтобы сдать экзамены на 100 баллов. Еще работают конфликтные комиссии, а организаторы ЕГЭ уже анализируют и думают, как усовершенствовать экзамен года следующего. И все для того, чтобы каждый выпускник был уверен в прозрачности и справедливости результатов итоговой аттестации. Елена Медведик, Алексей Баженов, Новости ОТС. Продолжение следует...